Всем привет! Продолжаем играть и размышлять. Пока мы не размышляем, я не размышляю, а зачитываю нужную и полезную информацию из книги Стива МакКоннелла «Совершенный код». Поэтому рекомендую ее купить и читать я самому, а не слушать то, что тут пытаюсь прочитать я. Правда, я иногда свои вставки делаю, но это такое. И мы, конечно же, продолжаем предыдущую тему, предыдущие темы. В предыдущих видео я затрагивал, ну не затрагивал, я иду по порядку. И это у нас проектирование и приконструирование. И до этого были важность сокрытия информации, сопряжение, но это в последних видео. Ну а сегодня как бы продолжаем всю эту тему. Основная тема это проектирование и приконструирование. Но для начала было бы хорошо загрузиться. И я, насколько я помню, я в этом вот соборе, в подвале обнаружил дверь такую интересную. А за этой дверью какие-то мутанты. Что-то такое. Которых надо убить, но убить у меня не получается. И я решил выйти и сейчас побегать по пустоши, возможно по всем даже городам пробежаться. И мне надо прикупить, ну, лекарств каких-то. То есть стимуляторов. И все такое. Наверное, может даже гранат прикуплю. Наверное, потому что, потому что надо как-то с ними воевать. Это я уже продам, это мне точно не надо. Эти вещи я тоже продам. Нужно попродавать еще, да, лишние. Вот, у меня всего лишь 6 стимуляторов. Это мало. А это мало. А там появляется этих мутантов много. Соответственно, с ними надо что-то делать. Плазменная граната. Ну, давайте я возьму этих плазменных гранат. 1400 деньжат еще возьму. Так, 2. Так, еще 35, да. 35. Во. Ну, 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 побегаю я дальше. У этого ничего нету. Соответственно, сейчас я буду бегать дальше. Поищу всяких лекарств. И потом пойду сделаю вторую попытку. Их поубивать. Ну, что ж, пока я буду бегать. По пустоши, по этим всем магазинам. Мы, я думаю, продолжим. Итак, продолжаем. Старайтесь использовать популярные шаблоны проектирования. Шаблоны проектирования. Это готовые шаблоны, позволяющие решать частые проблемы разработки. Конечно, есть проблемы, требующие совершенно новых решений. Но большинство уже встречалось с разработчиком. Поэтому их можно решить, применяя проверенные подходы или шаблоны. Эти шаблоны еще называются паттернами проектирования. Паттернами проектирования, паттернами программирования. В число популярных паттернов, ну, я буду называть, наверное, это все паттернов, хотя давайте буду шаблонами. В число популярных шаблонов проектирования входят адаптер, мост, декоратор, фасад, фабричный метод, наблюдатель, одиночка, стратегия, шаблонный метод, там, MVC, модель ViewController, Singleton и т.д. и т.п. Их довольно-таки много. Их довольно-таки много. Так, насколько я помню, здесь все на меня что-то злые. Соответственно, я, наверное, их перестреляю. Выбора особо уже нет. Шаблоны имеют ряд достатков и недостатков. То есть, достоинств, ну, и недостатков, да. Так, сейчас, сейчас, кто тут, детей как-то стрелять вроде неохота. А вот этих взрослых постреляем. Шаблоны снижают сложность, предоставляя готовое решение. Если вы скажете, в этом фрагменте для создания экземпляров, производных классов, применяется шаблон фабричный метод. Другие программисты поймут, что ваш код включает богатый набор взаимодействий и протоколов программирования, специфических для названного шаблона. Шаблон фабричный метод позволяет создавать экземпляры любого класса, производного от указанного базового класса, причем отдельные производные классы отслеживаются только самим фабричным методом. Если вы будете использовать шаблоны, другие программисты легко поймут выбранный вами подход к проектированию, без подробного обсуждения кода. Шаблоны снижают число ошибок, стандартизируя детали популярных решений. Проблемы проектирования. Так, сейчас, сейчас сюда, наверное. Проблемы? Ой, 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 не понял, сейчас. А что такое? А, это все меня не любят почему-то. Блин, я теряю одну единицу кармы за каждое убийство. Это я сейчас так опущусь вообще ниже плинтуса. Наверное, надо идти. Поубивать я их всегда успею. А вот карму сейчас снизить меньше нуля, да, в минус. Не очень хотелось бы. Ого! Да выделывался. Круто. Убили какие-то селюки. Охренеть. Я же модный такой, в броне. Какие-то селяне раз и убили. Так, бизнес-центр не. Сюда, наверное. Может, тут кто-то что-то поторгует. Так, шаблоны, да. Проблемы проектирования содержат нюансы, которые полностью проявляются только после решения проблемы. Один или два раза. Или три, или четыре, или-или. Шаблоны – это стандартизированные способы решения частых проблем, заключающие мудрость, накопленную за годы попыток решения этих проблем и исправления неудачных попыток. Так, что с концептуальной точки зрения, применение шаблона проектирования похоже на использование библиотеки кода вместо написания своего собственного кода. Многие программисты рано или поздно решают создать собственный вариант алгоритма быстрой сортировки. Но каковы шансы, что его первая версия окажется безошибочной? Так же и в проектировании. Многие проблемы довольно похожи на уже решенные задачи. И при столкновении с ними изобретать велосипед ни к чему. Так, это мой нычка такая моя, где я тут хранил, хранил. О, во, 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 это вот это недешево будет стоить. Где я всякие ништяки хранил, которые стягать было тяжело? Вот. И, 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 надо сейчас затариться и пойти продать. Продать, продать. Ничего. Так, убивать я их сейчас не буду, а то, как вы видите, селюки с селюками, но... Этот пришел и молотом меня убил. Модного парня в модной броне. А этот в обычной порванной футболке пришел. С палкой. И забил. Ну, я тут особо, что я тут, я сейчас буду просто бегать по всем, пытаться у кого-нибудь что-то выторговать. А мне нужны стимуляторы. Так, идем дальше. Шаблоны имеют эвристическую ценность, указывая на возможные варианты проектирования. Проектировщик, знакомый с популярными шаблонами, может с легкостью перебрать список шаблонов и спросить себя, Какие из них соответствуют моей проблеме проектирования? Перебрать набор известных вариантов гораздо проще, чем создавать собственное решение с нуля. Кроме того, код, основанный на популярном шаблоне, будет понятнее, чем код, полностью разработанный самостоятельно. Шаблоны упрощают взаимодействие между разработчиками, позволяя им общаться на более высоком уровне. Шаблоны проектирования не только помогают управлять сложностью, но и способны ускорить обсуждение проектов, позволяя разработчикам размышлять и делиться мыслями на более высоком уровне. Если вы скажете, не могу решить, какой шаблон следует использовать в данной ситуации. Создатель или фабричный метод. Вы в нескольких словах сообщите очень подробную информацию. Конечно, если и вам, и вашему собеседнику известны эти шаблоны. Представьте, насколько больше времени потребовалось бы для обсуждения деталей кода шаблонов создатель и фабричный метод, и сравнений этих двух подходов. Если вы еще не знаете, что такое шаблоны, ну или паттерны проектирования, как сейчас их называют, то я вам сейчас вкратце, вкратце перечислю их. Да, кстати, ну, это от себя их знание. Хотя бы примерно, что каждый паттерн делает, для чего он, очень важно. Но также следует еще познакомиться с такой темой, как антипаттерны. Потому что, ну, шаблоны или паттерны нужно использовать там, где они действительно необходимы. Бывает такое, что человек, узнав о паттернах, начинает создавать каких-то мутантов, которые включают в себя 3, 4, 5 паттернов. И это настолько сложный и запутанный код, что вам не передать. Но зато паттерны. То есть, их нужно использовать только там, где они нужны действительно, и они обоснованы. А не просто так, типа, а я узнал, что такое паттерны, теперь я буду их тулить везде. Нет, так делать нельзя. Так, сейчас я вот это продам. И сохранюсь. Потому что сейчас опять какая-то, какая-то ерунда произойдет. И опять меня, не дай бог, убьют. Так, а где деньжата? Не понял. А, вот они. А сколько мне надо? 206. 206. О, угадал. Сохраняемся. Прости за беспокойство. Вот как надо, так... Так этих стимуляторов и не найдешь. Может, этот со мной поговорит. Я же все-таки им помог. Не видишь, я занят, мудила. А не видишь, что мне как бы надо. Я для общего дела стараюсь, спасаю вас всех. А вы тут... Они, в принципе, балаболы. Почему балаболы? Потому что они говорили, что, типа, ты убейте когтей смерть, и мы уйдем отсюда. И так никто и не ушел. Балаболы? Балаболы. Так, популярные паттерны проектирования, да, или шаблоны. Абстрактная фабрика. Поддерживает создание наборов, родственных объектов, путем определения вида набора, но не вида каждого отдельного объекта. Адаптер. Преобразует интерфейс класса в другой интерфейс. Мост создает интерфейс и реализацию так, что их можно изменять независимо друг от друга. Компоновщик. Состоит из объекта, содержащего дополнительные объекты такого же типа. Компоновщик. Позволяя клиентскому коду взаимодействовать с объектом верхнего уровня и не заботиться о детальных объектах. Декоратор. Динамически назначает объекты виды ответственности без создания отдельных подклассов для каждой возможной конфигурации видов ответственности. Фасад. Предоставляет согласованный интерфейс к коду, который в противном случае не предоставлял бы согласованного интерфейса. Фабричный метод. Создает экземпляры классов, производных от конкретного базового класса. Причем отдельные производные классы отслеживаются только фабричным методом. Итератор. Это серверный объект предоставляет доступ к каждому элементу набора в последовательном порядке. Наблюдатель. Поддерживает синхронизацию нескольких объектов, при которой объект уведомляет набор связанных объектов об изменениях любого члена набора. Одиночка. Предоставляет глобальный доступ к классу, который может иметь один и только один экземпляр. Стратегия. Определяет набор динамически взаимозаменяемых алгоритмов или видов поведения. Шаблонный метод. Определяет структуру алгоритма, оставляя некоторые детали реализации под классом. Но это не все. Паттерны их много. Много довольно популярных. Ну, короче, берите книги и читайте. Изучайте. Все это нужно. А мы идем дальше. Так вот, если вы раньше с паттернами не встречались и особо о них не слышали, то когда вы услышали вот этот список, который я зачитал, у вас уже могли возникнуть, мысли, что почти все эти идеи, ну не почти, но какие-то из этих идей вам уже знакомы. Этим во многом и объясняется ценность шаблонов проектирования. Они известны большинству опытных программистов, а присвоение шаблонам запоминающихся названий позволяет быстро и эффективно делиться мыслями. С шаблонами связаны две ловушки. Первое. Насильственная адаптация кода к какому-нибудь шаблону. Иногда легкое изменение кода в соответствии с известным шаблоном может сделать код более понятным. Но, если адаптация кода к стандартному шаблону требует слишком крупного изменения, это может привести к усложнению программы. Кстати, продам я вот это, эти макарошки, хотя макарошки можно оставить. Мне, по-моему, какие-то патроны не нужны, по-моему, вот эти. Чё я их с собой тягаю? Будет смешно, если как раз эти мне и нужны. Готово. Будет смешно. Так, предложить. А ну-ка, ща я гляну. Блин, ни у кого нету стимуляторов. Чё делать? Так, это... 0.23, правильно? Вот они. О, фух, угадал. Так, идем дальше. Итак, первую ошибку я сказал. Но, если адаптация кода к стандартному шаблону требует слишком крупного изменения, это может привести к усложнению программы. Вторая ошибка. Это при... Ну, не ошибка, а как там было? А, ловушки, да. Ловушки, блин, это не ошибка. Вторая ловушка. Применение шаблона, продиктованное не целесообразностью, а желанием испытать шаблон в деле. Ну, это то, о чем я говорил. Типа, ух ты, я узнал шаблон, щас-ка я его вот здесь как применю. Хотя он вообще там не нужен. Вообще, применение шаблона проектирования это эффективный инструмент управления, управлением сложностью. Ну, это я от себя добавляю. Довольно известная и популярная книга. По паттернам это банда четырех. Ну, довольно известна и популярна. Хотя, я думаю, есть и другие книги. Но это, хотя, ну, она была, насколько я знаю, была популярна там лет 4-5 лет назад. Может быть, сейчас есть другие книги по шаблонам, так как все развивается. Но банда четырех, в принципе, неплохо. В хорошей форме подается материал. Там примеры на Java. Но вас это не должно вообще беспокоить. без разницы, на каком языке. Шаблоны проектирования обычно применимы ко всем объектно-ориентированным языкам программирования. Поэтому здесь ничего такого нет. Так, вот я 12 этих нашел. А, подождите, может тут еще что-то есть. Самогончик нам не надо. Таблеточки, молот. Да не, ничего нам тут не надо. Нам надо это прикупить. Где баблишка? Вот, 923. Так, 923. Ну, это уже получше. Это уже получше. Я знаю, и это мне не нравится. Очень жаль. Теперь вали отсюда. Нет. Ах так. Хорошо. Ну, я не хотел, так уж получилось. О, наркоманы проснулись, они лежали и повставали. Блин. Это я, наверное, немножко не подумал. А сохранялся я давненько. Ну да ладно, может я их завалю, да и в карманах еще пошарюсь. Блин, лечится. Мугила. Не надо лечиться, ребята. Я, мне, мне это все нужно будет. А вы лечитесь. Ну, это наркоманы. Я надеюсь, в городе, если вернусь, те, вот как бы там охранники, ну, не будут злиться на меня. Это ж, наркологи, они торговали. Хотя, как оно, вы знаете, обычно бывает. Всякие дилеры, эти наркологи связаны с охраной или полицией тесно. Но, надеюсь, это не так. Надеюсь, в этом мире нет коррупции. Смешно, конечно, в мире, который после атомной войны. Где тут полный бардак. У-у-у-у, вот наркологи. Ничего толку. Смотри, какие цвета, да. Ну, в принципе, что, я накалядовал еще три, да, стимулятора. Ну, в принципе, нормально. В принципе, пойдет. Так, блин, куда ты, иди сюда. Так, так, сейчас солнце светит, сейчас я закрою. Так, продолжаем. Другие эвристические принципы. Ну, в проектировании. Стремитесь к максимальной связности. Понятие связность возникло в области структурного проектирования и обычно обсуждается в том же контексте, что и сопряжение. Связность характеризует то, насколько хорошо все методы класса или фрагменты метода соответствуют главной цели. Иначе говоря, насколько сфокусирован класс? Классы, состоящие из очень похожих по функциональности блоков, обладают высокой степенью связности. И наша эвристическая цель состоит в том, чтобы целостность была как можно выше. Связность – это полезный инструмент управления сложностью. Потому что, чем лучше код класса соответствует главной цели, тем проще запомнить все, что код выполняет. Стремление к связности на уровне методов давно считается полезным эвристическим принципом. На уровне классов эвристический принцип связности во многом выражен в более общем эвристическом принципе адекватного определения абстракции. Что уже обсуждалось, но еще и будет обсуждаться. Абстрагирование полезно и на уровне методов. Но в этом случае принципы абстрагирования и связности более равноправны. Хочешь ли ты что-нибудь купить? Да, хочу я что-нибудь купить, только у тебя этого нет. Мне бы вот этих еще. Супер стимуляторы. Классная штука. Так, у меня 21. Это мало 21. Мало, мало, мало. Это все мало. Ну, я смотрю, никто не обиделся, что я завалил этих наркоманов. Кстати, надо сохраниться. Потому что это дело такое. Сейчас опять кто-то где-то обидится. Опять там прибежит селюк какой-то с молотом. Где моя собака? Откуда я знаю? Кормить ее надо. Так, ладно, мы пока идем дальше. Что у нас тут дальше? У нас тут дальше иерархии. Формируйте иерархии. Иерархия это многоуровневая структура организации, информации, при которой наиболее общая или абстрактная репрезентация концепции соответствует вершине, а более детальные специализированные репрезентации более низким уровнем. При разработке программного обеспечения иерархии обнаруживаются, например, в работах классов и в последовательностях вызовов методов. Формирование иерархии уже более двух тысяч лет является важным средством управления сложными наборами информации. Так, Аристотель использовал иерархию для организации царства животных. Так, тут, по-моему, все мертвые. Люди часто организуют сложную информацию при помощи иерархических схем. Ученые обнаружили, что люди в целом находят иерархии естественным способом организации сложной информации. Рисуя сложным объект, скажем, дом, люди рисуют его иерархически. Сначала они рисуют очертания дома, затем окна и двери, а после этого еще более подробные детали. Они не рисуют дом по отдельным кирпичам, доскам или гвоздям. Иерархии помогают в достижении главного технического императива разработки – программного обеспечения. Позволяя сосредоточиться только на том уровне детальности, который заботит вас в конкретный момент. Иерархия не устраняет детали, она просто выталкивает их на другой уровень, чтобы вы могли думать о них, когда захотите, а не все время. Вы выиграли, что я выиграл? Что я выиграл? Что ваша ставка удвоенную ставку утроена? Та не, нафиг. Проще убить его и отобрать все. Ну ладно, что-то в этом городе проблемка. С товарчиком. Про… О! Ну да, с миру по нитке и что-нибудь-то насобираю, конечно, уже. Но патрончиков бы еще, наверное… Патрончиков… Патрончики я не обращал внимания. Ладно, ну не буду я уже бегать. Окей, пока. Скоро, что у меня там с опытом? Сто тысяч, да? Может быть, возьму еще один уровень. Может быть. Так, это я куда перейду? Ага. Ладно, тут ловить, насколько я помню, уже нечего. Сейчас, может, тут караванчики поторгуют со мной. Хоть кто-то. Может быть… Не, не хочет. Ладно. Так, идем дальше. Формализуйте контакты классов. На более детальном уровне полезную информацию можно получить, рассматривая интерфейс каждого класса, как контракт с остальными частями программы. Обычно контракт имеет форму. Если вы обещаете предоставить данные x, y и z и гарантируете, что они будут иметь характеристики b и c, ну, иметь характеристик a, a, b и c, я обязуюсь выполнить операции 1, 2, 3 с ограничениями там 8, 9 и 10. Обещания клиентов классу обычно называют предусловиями, а обязательства класса пред клиентами – постусловиями. Контракты помогают управлять сложностью, потому что хотя бы теоретически объект может свободно игнорировать любое поведение, не описанное в контракте. На практике этот вопрос куда сложнее. Разваленный вход казино. Что у нас тут в казино? А, это я тут был, тут по-моему тоже ловить нечего. Это там кого-то убил. Да, проблемка, проблемка. Торговать у этого вообще все пусто. Ладно. Итак, идем дальше. Грамотно назначайте сферы ответственности. Еще один юристический принцип – это обдумывание сфер ответственности, сфер ответственности, которые следует назначить объектом. Рассмотрение сферы ответственности объекта аналогично вопросу о том, какую информацию он должен скрывать. Но мне кажется, что первый способ может привести к более общим ответам, чем и объясняется уникальность этого юристического принципа. Мне надо кое еще купить. Да что ж у вас так мало этих стимуляторов. Что ж такое, 226. По-моему разные цены. Я вроде бы, ой блин, только что покупал тоже два, там была одна цена. Нет, нет, нет. Не понял, 200, а, 266. Жлобина. Мог бы сделать скидку. Так, ладно. С этим жлобом все понятно, значит идем дальше в пустошь. Ну, 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 что мы идем. А, идем дальше по книге. Итак, проектируйте систему для тестирования. На некоторые интересные идеи можно натолкнуться, спросив, как будет выглядеть система, если спроектировать ее для обеспечения максимальной легкости тестирования. Отделять ли пользовательский интерфейс от остальной части программы, чтобы протестировать его независимо. Организовывать ли каждую подсистему так, чтобы минимизировать ее зависимость от других подсистем. Проектирование для тестирования часто приводит к разработке более формализированных интерфейсов класса. Что обычно выгодно? О, у этого тоже. Смотрите, 226 было. Блин, 312 реально. Тут, наверное, еще можно барыжить. То есть, сбегать одному продать, того купить, перепродать. Ну, я не знаю, я не пробовал. Ох и доктор. Обычный человек продает мне дешевле. А доктор? А доктор? А если настучать... Вот... А, ладно. Хотя, ладно, сейчас бегаю настучу. Может быть, будет... Вот этого мудилу надо, блин, убить. Спасибо. Он у меня выманил все бабло тогда. Сейчас я сбегаю к этому Киллиану или как его расскажу. Если будет диалог, типа, мол, у тебя там... Ну, доктор человечину там поставляет. Если будет, то попробуем об этом сказать. А если не будет, то сейчас пойду тупо... Зайду такой, типа, че смотришь? Проблемы? Ну, он, понятное дело, зацепится. И, короче, слово за слово. А может и этого убить? У него, смотрите, сколько тут. Здорово. Чем могу служить? Вновь джан стал мне лучше. Снаружи. Так, че там... Даханов я убил. Акстись. Блин, у него вот тут, смотрите... Куча ящиков, столов. Мне бы туда как-то пробраться. Попробую я сохранить. Убивать не хочется, потому что это я карму потеряю. И в любой город буду заходить, все будут на меня смотреть, как не знаю на кого. А вот... А вот... Включить невидимку... Прямо перед ним. Он такой... Ты где? А я такой... Раз и нет меня. Слушай, а ты вообще какого черта здесь делаешь? Честный вор. Но грех-то равно не могу тебя просто так. Вот... Че? Меня в тюрьму посадили. Я потерял единицу кармы. Ну, понятное дело. Сейчас я попробую ночи дождаться. Потому что невидимка не помогла. Ладно. Ладно. До полуночи. Блин, я правда не помню, нормальный он парень или ненормальный. Они вроде как бы так и не беспределили. Ну, это мне надо, знаете, для успокоения совести. Типа, чтобы... Если они там что-то плохое делали, чтобы раз и убить их. Заперто? Как так? Ночью закрываются? Эй, что ты делаешь? Меня не видно, дебилы. Ох и дебилы. Нет, как-то тут должен быть способ нормально это все взломать. А если я вот тут такой в уголку встану и посплю? О, нормально. Так, а что ж нормально? Там этот... Этот в своей комнатке сидит. То есть, в любом случае, если я сейчас зайду, то... Как-то эта невидимость не работает. Так, ладно. Что у нас там дальше идет? У нас дальше написано. Избегайте неудач. Профессор гражданского строительства Генри Петровский в интересной книге. Интересная книга, это такое длинное название. Просто интересная книга. Посвященная истории неудач. В отрасли проектирования мостов утверждает, что... Многие известные мосты рушились из-за чрезмерного внимания к прошлым успехам и неадекватного рассмотрения возможных причин аварии. Он делает вывод, что аварий вроде крушения моста такого Narrows можно было бы избежать, если бы инженеры тщательно рассматривали возможные причины аварий, а не просто копировали другие успешные проекты. Крупные бреши в защите многих известных систем, обнаруженные в прошедшие годы, заставляют подумать о том, как применить идеи Петровский в области проектирования программного обеспечения. Поэтому не спешите, обдумывайте, а какие возможные могут быть неудачи, либо проблемы, либо, либо, либо. Тщательно выбирайте время связывания. Временем связывания называют тот момент, когда переменной присваивается конкретное значение. Раннее связывание обычно упрощает код, но снижает его гибкость. Иногда к полезным идеям проектирования можно прийти, спросив себя, что если связать эти значения раньше, что если связать их позже, что если инициализировать эту таблицу в этом месте кода, что если получить значение этой перемены от пользователя в период выполнения программы. Короче, сейчас я попробую его убить. Потеряю карму или не потеряю. Ого, потерял карму. И, и... Особо ничего у него нет. Ладно, загружусь. Не буду я терять пока карму, я потом их поубиваю. Всех. Так, идем дальше. Создайте центральные точки управления. f.g.plodger говорит, что главным его принципом является принцип одного верного места. В программе должно быть одно верное место для поиска нетривиального фрагмента кода. И одно верное место для внесения вероятных изменений. Управление может быть централизовано в классах, методах, макросах препроцессора, файлах, включаемых директивой include. Даже именованная константа может быть центральной точкой управления. Этот принцип также способствует снижению сложности, если какой-то программный элемент встречается в минимальном числе фрагментов, его изменения окажутся проще и безопаснее. Дальше подумайте об использовании грубой силы. Грубая сила это один из мощнейших эвристических инструментов. Не стоит ее недооценивать. Работоспособное решение проблемы методом грубой силы лучше, чем элегантное, но не работающее решение. Так описывая историю разработки алгоритмов поиска, Дональд Кнут указал, что, хотя первое описание алгоритма двоичного поиска было опубликовано в 1946 году, Алгоритм, правильно обрабатывающий списки всех размеров, был разработан только спустя 16 лет. Двоичный поиск элегантнее, но и основанный на грубой силе, последовательный поиск часто приемный. То есть двоичный поиск это элегантное решение, а последовательный поиск это грубое решение. Ну, потому что последовательно это, последовательно все ищет, а двоичный, конечно, он быстрее такой элегантный, красивый, но, 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 всегда надо... Сейчас, блин, у меня тут везде оружие. Вот мы дела. Ладно. Всем пока. Ну, я этим говорю и иду, а мы сейчас, я тут кое-что еще чуть дочитаю и на сегодня все. Так, рисуйте диаграммы. Диаграммы еще один мощный эвристический инструмент. Все знают, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Диаграммы позволяют представить проблему на более высоком уровне абстракции. И никакие описания их не заменят. Помните, иногда проблему следует рассматривать на детальном уровне, а иногда целесообразно иметь дело с общими аспектами. Поддерживайте модульность проекта системы. Этот принцип подразумевает, что каждый метод или класс должен быть похож на черный ящик. Вы знаете, что в него поступает и что из него выходит, но не знаете, что происходит внутри. Черный ящик имеет простой интерфейс и такую ясную функциональность, что для любых конкретных вводных данных можно точно предсказать соответствующие выходные данные. Концепция модульности связана с сокрытием информации, инкапсуляцией и другими эвристическими принципами проектирования. И все же размышления о том, как собрать систему из набора черных ящиков иногда приводит к догадкам, к которым сокрытие информации и инкапсуляции привести не могут. Так что принцип модульности заслужил право занять место в вашем арсенале полезных идей. Так, короче, зря я сюда пришел. Не понял. А, елки-палки, какой... Фу... Так... А, мне выйти отсюда надо, а выйти... Подождите-ка. Блин, нафиг я сюда зашел. Теперь пока выйдешь... Так, итак, резюме эвристических принципов проектирования. И сейчас я перечислю, да, этот список. Ну, резюме. То есть, резюмируем. Итак, список основных эвристических принципов проектирования. Определите объекты реального мира. Определите согласованные абстракции. Инкапсулируйте детали реализации. Используйте наследование кода, когда это возможно. Скрывайте секреты. Помните про сокрытие информации. Определите области вероятных изменений. Поддерживайте сопряжение слабым. Старайтесь использовать популярные шаблоны проектирования. Да, вот. Следующие эвристические принципы. То есть, это основные эвристические принципы. И сейчас я перечислю те принципы, которые тоже иногда бывают полезны. Иногда, но не всегда. Стремитесь к максимальной связности. Формируйте иерархии. Формализируйте контакты классов. Грамотно назначайте сферы ответственности. Проектируйте систему для тестирования. Избегайте неудач. Тщательно выбирайте время связывания. Создайте центральные точки управления. Подумайте об использовании грубой силы. Рисуйте диаграммы. Поддерживайте модульность проекта системы. Ну, думаю, на сегодня все. В следующий раз продолжим. В следующий раз продолжим. И, короче, что-то я тут бегаю, бегаю. Особо добром не разжился. И, походу, больше негде мне разживаться. Значит... Значит, я, наверное, пойду напрямую на базу и буду убивать. Потому что в этом соборе что-то у меня не получается. Не получается... их убить. Может быть, если бы я сейчас взял еще один уровень, то может быть... Ну, потому что, в принципе, все. Как бы, вот, мир уже такой. Я уже везде побывал. Уже у всех все... Все купил. Может, где-то еще валяются стимуляторы. Но это надо внимательно, знаете, сконцентрироваться, играть. Ладно, давайте еще раз бегаю в собор. Попробую. Ну, я сейчас туда добегу. Ну, как добегу? Короче, всем спасибо за внимание. Подписываемся, ставим лайки, делимся. В следующем видео продолжим. И продолжим с собора. Если в соборе не получится, то я пойду сразу на эту военную базу и продолжу их там всех убивать. Поэтому всем спасибо за внимание. Всем пока. Пока.